Борьба с мафами иногда приобретает совсем неожиданные формы. Так один из киосков, торгующий хлебом, вот уже несколько раз менял не только свой внешний вид, но и адрес. Сначала он находился на Александровском проспекте и имел вид обычной будки. Потом под натиском мэрии обрел новую архитектурную форму. Однако это не помогло удержаться киоску на месте, его заставили переехать. Неоднократно объявлявшаяся война городских властей с мафами иногда приводит к удивительным результатам. То наша мэрия озабочена расположением торговых точек, то их внешним видом. Вот этот хлебный киоск мигрировал по окрестностям Александровского проспекта не один месяц, пока не оказался на пересечении проспекта и Жуковского. Мы здесь стояли, да. Потом там стояли в переулке, но там были конечные маршрутки, и подъезд не было машины с хлебом. И позвонили начальству, нас поставили здесь. Казалось бы, конец мытарствам, но и здесь незадача. Местоположение киоска. Его особенно счастливым не назовешь. С обратной стороны ларька, в котором продается, напомним, хлеб, стоят мусорные баки, куда свои отходы выбрасывает все окрестное население. С другой стороны, отходы жизнедеятельности животных. На одном из этажей дома, куда киоск уходит, так сказать, фасадная часть, живет одесситка, сильно любящая собак и кошек. И выгуливает их женщины исключительно на собственном балконе, после чего все, наделанное четвероногими любимцами, сливает практически под киоск, а заодно под ноги и на головы его покупателям. О чем говорят непросыхающие желтые лужи и сильная вонь. Это да. У нее есть там вход, и она их кормит, она собирает всех. Да, очень неприятный здесь запах. Да, да, да. Ну, кто с этим бороться должен, я не понимаю. Вот это вот собачательство надо заканчивать, конечно. Это ужасно просто в центре города. Если действительно внешний вид и красота новых мафов – это дело вкуса, то вкус хлеба все-таки должен сопровождаться соответствующим аппетитным запахом, а не вонью. Впрочем, жалобы живущих здесь людей, тем более покупателей свежей выпечки, совершенно не интересуют нашу мэрию. Еще бы, ведь они так успешно борются с мафами, а заодно и с их внешним видом. Что такие санитарные мелочи? Особенно если на этом сильно не заработаешь. Чиновников не заботят. Алена Фомич, Вячеслав Лаштаба, телекомпания «Круг».